Краткая и неполная хронология окопного крестового похода. Данное видео является лишь зачиткой текста первоисточника, предоставленное самими авторами данной настойной игры. Прошу, не воспринимайте её всерьёз. Я лишь перевёл и озвучил данный текст. В данном видео будет представлена хронология событий, которые произошли в этой альтернативной вселенной. Год 1099. Во время первого крестового похода происходит осада Иерусалима, в результате которого город был захвачен и разорён войсками крестоносцев. Рыцари-крестоносцы совершают акт наивысшей ереси. На земле появляются врата ада. Иерусалим разрушен в результате катаклизма. Год 1101. Данный год именуется как Годом Трёх Битв. Еретики при помощи армии Третьего Круга Ада захватывают весь Левант. Год 1102. Древний город Антиохия укрепляется и становится центром сопротивления силам Ада. Год 1106. Кабар становится первым тираном из 66. Год 1109. Образован великий сутанат, непобедимый железной стеной двух рогов, пронзающих небо. В ближайшие десятилетия она объединит исламские фракции. Великая железная стена Искандара вновь появляется и становится защитой от еретиков. Год 1117. Легендарные 17 мучеников отправляются в области Ада, чтобы обратить еретиков. Увы, их миссия провалилась. После того, как их схватили, они подверглись многочисленным пыткам, Самой главной из которых является поддержание в них жизни в раскаленных медных быках, Которые находятся на адских шаровнях. Год 1165. Аламут. Легендарный город-крепость, что до сих пор является оплотом против войск еретиков. Ее возглавляет один старик, окруженный орденом таинственных ассасинов. 1215-1306. Войны, триклавианство. Церковь Роскоота и ведет жестокий внутренний конфликт. Владение еретиков расширяется по мере того, как верующие сражаются друг против друга. Миллионы погибнут от меча и огня. 1346-1353. Вильзеву высвобождает Черный Грааль. Десятки миллионов людей инфицированы и становятся метастатическими сосудами самой страшной чумы в истории человечества. Начинаются труповые войны. 1429-й год. Живая святая Жанна Дарк вывозит Черный Грааль из материковой Европы. 1477-й. Город Аргас захвачен богом. И его больше нет. 1503-й. Военный пророк Ангелос под руководством святого Элегия открывает формулу орехалковой стали. И хотя производство данного металла чрезвычайно дорого, оно оказывается невероятно эффективным против любого ракетного оружия. И используется до сих пор. 1545-й. Древний город Антиохия был полностью разрушен в ходе применения таинственного адского оружия. 1573-й. Священный Орден Дракона останавливает наступление еретиков после разрушения Византии. Ходят слухи о миллионе еретиков, пронзенных на холмах Валахии. 1595-й. Завершено строительство стен Новой Антиохии. Год 1666-й. Данный год знаменуется как годом шести бедствий. Недавно созданный флот еретиков захватывает Гибралтар. Морская крепость стала базой для еретиков, где разрабатываются операции против Европы. Силы ада получают доступ к Атлантике. Из-за постоянных набегов флота еретиков на побережье Английская Корона начинает строительство крепости Белых Скал Дувра. Год 1703-й. Несмотря ни на что, небольшой отряд еврейских рыцарей наносит удар из своей секретной крепости и разрушает крепость тамплиеров в Акре. Год 1805-й. Флот еретиков под командованием Верховного Капитана Еретиков Ранги побеждает флот Англии в битве у окровавленных скал. Адмирал Нейсон был убит в бою. 1866-й. В условиях строжайшей секретности ученые-еретики при помощи демона Марбаса конструируют первые современные подводные лодки. Год 1870-й. Спущенный на воду из Гибралатара подводный флот еретиков наносит тяжелый урон торговому флоту. Наступает повсеместный голод. Год 1872-й. Войска еретиков штурмуют город Риэку. Он укреплен. Еретики начинают завоевание материковой части Европы. 1894-й год. Год разрушения Троицы. Элитные команды со смерти одновременно убивают Верховного Понтифика, Верховную Пророчецу Элью и Императора Священной Римской Империи. Верующие в смятении, регионы еретиков под командованием Адской Знати Седьмого Круга и огромный авангард танков одновременно начинают молниеносное наступление в Ливанте и Европе. Год 1899-й. Начало церковной космической программы. Год 1907-й. Завершено строительство движущейся крепости Британия. Год 1910-й. Битва при Кордове. Кровавый тупик. Артиллерия еретиков опустошает древний город, но силам еретиков не удается получить доступ к очагам Испании. 1914-й год. Наши дни. Обе стороны готовятся к крупным наступательным операциям. На огромных пространствах ничейной земли яростные стычки и набеги становятся все более и более интенсивными. Поскольку верующие и еретики соперничают за информацию, могущественные реликвии и захват стратегических важных позиций. На этом у меня все. Я буду держать вас в курсе данной вселенной по мере поступления информации. Спасибо за ваши комментарии и поддержки, и то, что вы продолжаете подписываться. Кстати, у данной вселенной появилась своя группа ВК. Там вы можете следить за новостями и прикупить миниатюрки. Ну а если вам нравится данный бред, что я вам тут преподношу, то следующее длинное видео оно будет. Будет, как только у этого видео наберется 20 тысяч просмотров и 2 тысячи лайков. С вами был Данте с канала реклеймер Комикдап 33 Студиос. Увидимся в шорцах. Субтитры создавал DimaTorzok